Продолжаем наш вечерний эфир. Это информационный круглосуточный телеканал Абакан-24. Это радиостанция Абакан-24, где мы сейчас вещаем на волне 7106 УКВ. Это портал YouTube наш, тоже канал Абакан-24. Не забудьте поставить лайк, чтобы мы лучше распространялись по этой всемирной паутине. И вы нас могли смотреть не только в Абакане, не только в Черногорске, но и на Сахалине, не знаю, в Перми. Да где угодно. В Вашингтоне, например. Там наши вопросы наверняка волнуют обитателей этих улиц и домов. Итак, вторая часть нашей программы сегодня посвящена непосредственно проблемам города. Непосредственно про район Южный мы будем говорить сегодня, потому что у нас в гостях человек, которого я уже давно не видел в этой студии. Наконец-то с нами Елена Мишко-Ускене. Добрый вечер, Елена Анатольевна, староста района Южный. Редко встречаемся, но это и к лучшему может быть. Добрый вечер, Алексей Иванович. Добрый вечер, уважаемые абаканцы, гости нашего города. Чем нас порадует район Южный? Как у Вас весенняя распутница? Наша весенняя распутница подошла к концу. Слава Богу. Были некоторые места, да, плавали мы. Потому что, ну, у Вас же там частный сектор есть. Конечно, конечно. Вот, были у нас такие моменты. Сейчас все подсохло, солнце активное, ветер все это выдуло, подсушило. Очень удачная весна вот в этом именно плане. В этом плане, да. Да, в этом плане. Ну, вот эти небольшие ветра и морозы немножко нас приостановили. Сейчас у нас начался в районе двухмесячник по благоустройству. Как и во всем городе. Да, во всем городе. И мы, естественно, традиционно призываем наших жителей навести порядок перед своими домовыми, перед усадьбами. Далее у нас есть двухэтажные дома. У нас мало МКД. Ну, вот двухэтажные деревянные есть по району. Мы приготовили вот такие объявления. Яркие, да. Да, специально. На каждый подъезд будет развешено. Далее магазины, может, какие-то предприятия. Наши помощники разнесут и приклеят. А ворчат люди, когда вы к ним приходите? Обращаемся? Да. Ворчат в основном наши злостные нарушители. Не хотят с нами разговаривать. Есть такие? Конечно, их немного, но они прямо вот такие видные, видные. И нам очень обидно, когда они не обращают внимания на наши замечания, на наши просьбы. Ну, тогда берет это дело в свои руки управление коммунального хозяйства и транспорта. А есть полномочия, да? Конечно, у них есть полномочия, у них более такие жесткие, чем у нас. А еще, вот когда начинают люди ворчать, у меня всегда вот есть, а кто в встречном вот такой-то вот. А ведь, это, извините, вот как раньше говорила, не Обама же вот гадит в наших подъездах, не кто-то приходит. Сегодня вот такая была картина с утра. Стоит машина, а машина, ну, как-то соответствующий, ну, не частник. Вот просто люди, которые делают работу в этой машине, скажем так, служебная. Вот, нашел я это слово. Вот они стоят на площадке, видать, чего-то ждут. Щелкают, видимо, в машине семечки, открывают окошко и гортями эту шелуху выкидывают вот сюда же. Где ночью прошла машина и собрала только что этот мусор. Мы за день умудряемся так уханькать вот эту проезжую часть прилегающих мне тротуар, что надо заново выходить. Ну, как так? Рядом есть мусор, ну, положи-то это в бумагу или еще куда-то и выбрайся, в мусорницу. То есть, сама культура, вот, поведите, сами, как говорится, нагадим, а потом говорим, ой, какая. Какой Абакан стал грязным, какие улицы у нас неухоженные, как они плохо убираются у нас, некоторые товарищи в соцсетях, такие статьи. Да, да, да. В общем, такая же картина была сегодня. Я смотрела, подъехал легковой автомобиль, вышли пять молодых людей, ну, где-то возраст до 30 лет. Естественно, все покурили, ну, и думаю, куда, интересно, эти, я стою, жду такси. Думаю, куда эти окурки сейчас пойдут? Ну, куда они пошли? Они пошли на газон. Ну, да, ну, правда, затушили, ну, на газон пораскидали, дворник придет, уберет. Вообще, конечно, вот, очень много люди стали требовать, а за собой не следят. Я всегда говорю, вот, подходим мы к усадьбе, да, там беспорядок, там разложено, не убрано. Я делаю замечание и в ответ получаю, а вы посмотрите, вот у этого соседа, а вот у этого. И моя фраза всегда одна и та же. Давайте начнем с себя. Да, да, да. Вы приберете, сосед, глядя на вас, тоже уберется. Но большинство наших жителей, конечно, положительно реагирует на наши замечания, говорят, ой, да я собирался, я скоро бы все это сделал, но раз вы просите, я сделаю это быстрее. И поэтому, в основном, конечно, у нас чисто. Ну, вот эти вот точечки, точечные места, они, конечно, портят всю картину. Наш телефон 22-41-18, присоединяйтесь, особенно зрители, которые проживают, и радиослушатели в районе Южный, какие есть у вас проблемы. Запросто, как говорится, их отсудим и еще обсудим. Очень проблемные места – это торговые точки, которые не все, безусловно, но есть такие, где этот мусор скапливается неделями почему-то. Что с ними делать? У вас есть такие? Вы знаете, у нас же в основном район частного сектора, есть большие торговые предприятия, но вот такого конкретного мусора нет. Около больших магазинов постоянно убирает дворник, маленькие тоже за собой послеживают, обязательно стоит урна. То есть выучили уже, да? Да, люди хорошо. Приучили, то есть? Ну, попросили, видимо, один, второй раз, на третий уже просить не нужно. То есть урна оформлена целлофановым пакетом, в этот мусор собирается и все. Еще, знаете, у нас какая очень большая проблема, я не знаю, может быть, она даже по всему городу. Наши урны, которые стоят на остановочных, в остановочных карманах, в павильонах, они заполняются бытовым мусором наших жителей. Во всем городе, да, это проблема. Есть такая, да? И вот мне так всегда обидно. Почему от подъездов убрали урны? Потому что проще выйти из подъезда и выбросить этот пакет в урну, нежели пройти там 100 метров до ящика. Ну, это благоустроенный, там как-то меня это не касается, а вот частный сектор, да, я даже наблюдала картину, одна женщина просто принесла и положила. А у вас нет этих контейнеров мусорных? У нас есть индивидуальные, должны быть в каждом доме, перед домом стоять бак для мусора, для сбора мусора. Аэросити 2000 вывозит этот мусор. То есть вот таких общих контейнеров у нас нет, мы от них, слава богу, избавились. Потому что это получается стихийная свалка, туда везут машинами, не оплачивая. А вот с этими частными, многие ведь жалуются, что вот не вывозят частники, поэтому там скапливают, аэросити не вывозят частные эти контейнеры или как-то... Были, были моменты, ждали очень долго. Сейчас, да, и мы помогаем своим жителям, пожалуйста, звоните, мы по интернету заказываем, приходит на второй, на третий день машина и вывозят мусор. Послушайте, это хорошо. Да, вот сейчас у нас как-то все это наладилось. Давайте послушаем звонок, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Научество, наверное, есть. Что? Вы в эфире, говорите, как вас зовут? Здравствуйте. Вас плохо слышно, говорите, как вас зовут? Софья Санасьевна, Людей Павлович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Я согласна с Еленой, правильно. У нас менталитет такой, что люди выходят из квартиры и прямо у подъезда бросают. Да. Софья Афанасьевна, Алексей Иванович, вы что? Да, ну теперь, конечно, вас услышали. Слушайте, а вы видели, Софья Афанасьевна, вот такие случаи сами? Так почему вы видели? Мы боремся, но мы не можем ничего сделать. Молодцы. Мы Лермонтова 20, например. Мы выходим в те урны, уже заброшенные этими мешками. Подъезжает машина, из машины вытаскивают мешками и складывают. Если замечание сделаешь шоферу, водителю, он скажет, это его обязанность, наш творник подметет. Вот у нас соседи ЖЭК подметают очень хорошо, но они замучились мешками ворочать мусор бытовой. Понимаете? Надо что-то делать, где-то объявления писать, с детского сада начинать. Согласна. Согласна. В детском саду, да. В детском саде, чтобы писали информацию. Люди наши просто не уважают труд рабочих. Спасибо, Алексей Иванович. Спасибо вам, дорогая Елена. Пожалуйста. Елена Анатольевна. Отчество просто ваше. Ничего страшного. Не знала, Суфья Анатольевна. Елена Анатольевна у нас в гостях. Но это тоже, опять же, откуда везут этот мусор люди на машинах? Значит, у них нет этих ящиков. Это тоже какая-то проблема. Да, да. Вот есть усадьбы, перед которыми нет мусорных баков. Спрашиваем, почему. Мы начинают вывозим... У нас, например, квартира есть. Мы платим за вывоз мусора. Мы вывозим туда. Ну, верим на слово. Слушайте, но это так ведь неудобно возить куда-то мусора. Сначала накопить это все во дворе, представляете? Да, чтобы непонятно, что появилось. А затем вот не будешь же каждый мешочек вывозить. Понятно. Вот такая проблема еще. Но наши председатели квартальных комитетов, когда проходят рейдами по улицам, делают отметочки обязательно. Есть бак, нет бак. То есть это обязанность домовладельца перед каждым домом, чтобы был бак. Но администрация города помогает малоимущим установить бак? Нет, такого нет. Потому что в некоторых регионах по соседству с Хакаси в Красноярском крае выделяют муниципалитетам, ну, краевой бюджет, естественно, финансируют, пускают ниже. Ну, региональный бюджет не финансирует нас, поэтому нет, не помогаем. У нас мы сами за свой счет ставим эти баки. Да, за свой счет. Вообще, скорее всего, Аэросити должны, да, они оказывают услуги, они должны эти баки людям выдать. Но столько они не отдадут. Нет, конечно, конечно. Поэтому люди сами себе покупают. Раньше, когда спецавтобаза вывозила у нас мусор из частного сектора, они продавали эти баки в рассрочку. То есть человеку привозят, ставят, а потом в абонентской плате потихоньку человек рассчитывался. И наши бабушки, они очень много таких баков себе купили. А, кстати, вот вы же уже там всех давно знаете, поколение взрослых людей, которым уже, ну, за, скажем так, 50+, более дисциплинированно, или вот молодые уже, мы-то средний возраст, там, понятно, надо не исправить. Кто более ответственный в плане поддержания того же порядка? Вы знаете, вот по возрасту не разделишь. Нет? Нет, это всё-таки вот воспитанность, это из семьи идёт, это как делали родители, так делают дети. Есть молодёжь, у которой перед домом можно поставить знак «усадьба образцового порядка». Есть человек, которому почти 90, у него всегда перед домом порядок. А есть и такой возраст, но беспорядок. Поэтому это всё зависит от характера, от воспитанности человека. Просто я к чему говорю, вот люди, которые, ну, ещё в рабочем возрасте, им просто может некогда вот этим заниматься, да, поэтому и складывается такое ощущение. Не, ну, с работы пришли, поужинали и что, и время. И сериал. А, сериал, извините, надо убраться перед домом сначала. Так, а какие у вас мероприятия будут общие? Вот что такое эти субботники? Традиционные субботники у нас в районе проводятся. Вот больших мы составили, крупных таких, 10. Это у нас 10 крупных. Не слишком ли вы замахнулись? А мы их проводим постоянно. А как? А где вам там убираться-то у вас частный сектор, 10 крупных субботников? Есть такое. Вот у нас есть по улице Мира, например, двухэтажные дома, 128-й, 130-й. Жители уже там один субботник провели, 28-го числа, и на 8-е апреля наметили второй. Ну, это обычно листья там, да? Листва, конечно. Затем у нас мы участвуем традиционно в акции «Чистый берег». Это у нас три места за Южной дамбой. Проток, Атополя. О, 9 город бывает оставляет. Проток, Атополя и еще... Так, проток, Атополя и еще есть одно место, третье. Дальше наш сквер «Мамонтенок» обязательно. Аллея имени Попова сквер. Имени Попова, это наши большие. К нам присоединился дом многоквартирный, улица Хлебная, 20. Наверное, уже года 4 они проводят субботник. Мы им помогаем. Сами жильцы? Сами жильцы. Ну, как сами. Из 20 квартир выходят 3-4 самых активных женщины. Вот, всего. Ну, там плюс квартиранты. Там управляющая компания, наверное, дворников содержит. Нет, конечно. Какие дворники там? Нет никакой управляющей компании. И вот у нас второй год будет субботник на улице Советских космонавтов. Это электроподстанция Южная. Это инициатива жителей близлежащих домов. Вот еще одно место. И мы еще считаем... Плюс у нас школы проводят свои субботники. Детские сады вычищают территорию перед своими учреждениями. Ну, частный сектор, естественно, жителей. У нас около 3600 частных домовладений. Да, у нас частный сектор. Так вот, кто в городе воздух-то портит. Согласна. Да, и вот по поводу сжигания листвы, веток. Нежелательно. И вообще не нужно этого делать сейчас. Собираем листву в мешки. Звони мне, а мы просим уже спецавтобазу, чтобы те вывезли. То есть это вот листва с городской территории. Хотя вот всегда была примета осени и примета весны. Это вот именно сжигание этого мусора. Может, это было, кстати, и экологичнее. Не знаю. Если вот за этим всем следить, не допускать там пожара и всего прочего. Но, как говорится, сейчас не те уже времена. Да, и я не эколог, поэтому не смогу вам ответить. Экологичные люди. В общем, с субботниками у вас все в порядок. Два месяца хватит навести чистоту в районе. Но придет июнь, и опять... Ну, этот мусор, он же постоянно будет. Как приучить людей, чтобы... Против явлений природы, конечно, не попрешь. Там весна и осень, листопад. Это даже бывает красиво. Но вот эти бумаги, объедки, стаканчики из-под кофе. Кофейных стаканчиков столько, Господи, развелось. Что будем делать? У нас работает дворник в районе. На весь район один дворник. Во сколько квадратов-то? У вас там территория очень большая. Его убирает у нас дворник каждый день определенный участок. То есть сегодня вот одна улица, завтра вторая, затем третья. Не одно место каждый день убирает. Ну вот сейчас у нас, вы говорите, 1 июня. 1 июня начнутся каникулы. Дети уже не будут ходить в школу. Мусора у нас будет поменьше. В сквере. В строящемся сквере, да, около 18-й школы. Но там вечерами будет молодежь собираться. Ну, утром дворник уберет. Что теперь? Если наша молодежь... Ну, беседуем, беседуем, разъясняем. Иногда подхожу. Ну, я не гуляю по улицам в ночное, в вечернее время. У меня тоже свой дом. Это было бы странно. Елена Анатольевна ходит по улицам района в Багдаде. Все спокойно. Ну, а вообще иногда, иногда нужно, конечно. Ну, летом на велосипеде можно проехать. И для здоровья хорошо. И посмотреть, что и как. Хотя бы вот эти магазины наши. Тот же мамонтенок, где собирается молодежь. Но ребята меня многие знают. Поэтому, когда я подхожу... Не хамят. Они понимают. Вы знаете, нет, не хамят. А вот кто не знает, те пытаются. Пытаются, но тут же их одергивают ребята, которые меня знают. Ты что, это же наша староста. Ты что, это же Елена Анатольевна. Тут мамонтенке летом я сделала замечание одной компании. Хорошо, что там был мой ученик. Ну, конечно, бояться я не боюсь. Но было очень неприятно. Взрослые люди сидели, распивали спиртные напитки. Сами были уже в таком непонятном состоянии. Я же не могу пройти мимо. А ведь сейчас это категорически запрещено делать. Конечно. Это штрафы большие. Я просто сделала замечание, не стала вызывать полицию. Думаю, ну поймут меня, уйдут. И вот спасибо моему Максиму. Он меня защитил от них, и они быстро ретировались и ушли. Прямо агрессивные, да? Агрессивно, особенно один товарищ. Очень агрессивно вел себя. Но, ну что, справилась. Спасибо Максиму. Защитил. Хорошо. А теперь я хотел бы поговорить о, может быть, ваших планах в дальнейшей жизни. Все равно же сезон, зима прошла, какое-то ощущение новизны начинается. У вас такое есть? Или у вас все рутина, рутина, рутина? Да нет, конечно. Не рутина. У нас есть и праздники. Мы с удовольствием ждем наш любимый праздник, День Победы. У нас в районе три ветерана, три участника. Всего осталось три? Всего три, да. Они у нас такие молодцы. Одному сто лет, другой чуть поменьше. Они, конечно, слабенькие. Хотя чему я удивляюсь-то, сколько лет уже. Да, взрослые. А еще третий у нас несовершеннолетний узник концлагеря. Замечательный такой дедушка. И вот у нас КДЦ Сергей Викторович с Баяном. Мы приходим, поем им песни на дому. Уже потому что... А для жителей района, для наших... У нас еще есть такая компания, я говорю, мои девочки. Дети войны. Ну, они, конечно, уже сейчас тоже в возрасте, и здоровье у них. Но на такой праздник все равно мы их привозим, подвозим. В КДЦ у нас будет концерт для таких. Концерт чаепития. В прошлом году мы возили их к Вечному огню, затем привозили на концерт чаепития. То есть стараемся их развлекать. Сделать этот день именно для них праздничным. Потому что, да, это поколение, это натерпелось. И мне кажется, до сих пор вот эти дети войны, 41-45 годов, они до сих пор, вот им внимания очень-очень мало. Они же уходят. И они уходят, к сожалению. Им уже всем в районе 80. За 80, около 80. А мы в Хакасии так и не можем до сих пор принять закон о детьми войны. Но они все равно себя считают детьми войны. Ну да, они и деньги на памятник этот собирают в Черногорский парк. Но как-то все не получается. У них у многих, они рассказывают, и папы погибли во время войны. И вот как они с мамами голодовали, и мерзли. Ну, в общем, конечно, проблемы большие. Вот мы их привозим. У вас же хороший этот культурно-досуговый центр. Да, у нас замечательные. У вас замечательные коллективы там. Артисты наши, да. К нам даже уже иногда кое-кто приходит от вас в КДЦ Южный. Ну, приглашайте. Обязательно, обязательно. Они придут чаще. Потому что это очень талантливые люди. Вам повезло, кстати, в КДЦ, на самом деле. Что вот есть такая точка, где можно провести свой вечер. Так, а вы ездить будете куда-то своим райончиком? Сейчас же модно среди старых устраивать всякие поездки. Модно. Ну, это как бы было всегда. Всегда, Алексей Иванович, мы ездили. Некоторые ваши на Байкал даже ездили. Ну, не так активно. По-моему, госпожа Абышева. Или я что-то путаю. Нижняя Согра у нас любит Байкал. О, да, Макарова там все. Нижняя Согра любит Байкал, да. Кстати, Татьяну ждем мы в студию с котлетами из Морала. Обещала прийти на кухню. Котлеты из Морала перед Новым годом, но заболела. До тех пор не могу. Морала, наверное, уже нет. Котлеты съедены. Да, ну, Татьяна, без котлет, но приходите. Хорошо, придет. Поездки могут быть, ну, такие недалекие. Это Сайна-Шушинская, это Черемуховый лог. Просто съездить, отдохнуть. У вас одни и те же ездят? Да, одни и те же. В основном активисты, это совет района. И плюс, ну, мы приглашаем, мы объявления по всему району, и в чате везде, ну, мало желающих. Я не знаю, или у всех есть автомобили, или как, или что. Нет, вы просто частный сектор. Ну, может быть, да, есть работа дома. Да, потому что одно дело многоквартирные дома, а другое, вы же маленькая деревенька, так сказать. А деревни это совершенно, ну, я условно говорю, без всяких обид, а деревни это совершенно другой уклад жизни. Конечно. И они там более вот такие буржуины. Каждый сам по себе. Трудоголики. Трудоголики, да. Не буржуины, трудоголики. Вы рассаду-то посеяли? Конечно, рассаживать уже нужно. Завтра программа у нас в Дачнике. Не забудьте Дачную среду посмотреть. Так, а детьми вы занимаетесь, нет? Детьми? Чьими? Ну, района. Района. Своими занимаемся. Да, мне же интересно, как вы проводите время в своем районе южный, на Атшибе, так сказать. И вообще, что намерены делать вот с этой южной дамбой? Там же постоянно собираются на пикники и т.д. и т.п. А мусор-то вам вывозить вот этот? А мы его и вывозим. Весна-осень. Да. А как это? Чистим берега. Может быть, законодательно что-то закрепить, не знаю. Как-то, может, городу отдать эту территорию? Так она городская и есть. Ну, я понимаю, нет, чтобы не вы убирали. Ну, мы поможем, ничего страшного. Вывозят все равно город. Этот мусор. Мы его просто соберем. Приходим на берег, полюбуемся природой. Нет, одно дело любоваться, а другое за кем-то вывозить вот эту грязь. Ну, видите, Алексей Иванович, вот берег протоки, например, куда ходят люди отдыхать, там не так много мусора. Уже научились, да, убирать за собой? Да, скорее всего, за собой убирают. А вот район тополей туда просто привозят. Это что это район? Это улица Железнодорожная, через дамбу. Там тополя посажены. Вот там еще история, надо, наверное, Алексея как-то спросить. Да, все-таки. Там говорят, наши жители сказали, что когда мужчины уходили на войну, они посадили эти тополя. Их было много, да, их было много, а потом Абакан поменял русло и потапливало, они падали и падали. Вот, воду их осталось немножко, да. Вот мы называем это район тополей. Вот туда привозят машинами. Вот это злостные. Вот их поймать очень тяжело. Да, там стихийные свалки. Здесь-то мы прошли, собрали, и то, где есть, где нет, а вот здесь уже по-серьезному. Здесь только вот типа фотоловушек каких-то устраивать. Видеокамеры. Один Дорохов делает кое-где. Что-то такое, да. Потому что и перекопан въезд туда, и все равно, все равно проникают, вывозят, привозят. Иногда прямо смотреть страшно, что там. Но все это чистится. Слушайте, ну это какая хорошая, если даже это легенда, то какая красивая легенда. Уходили мужчины на войну, садили тополя, а потом Абакан меня русло их подмывало, и они умирали. Эти тополя, это вот как погибшие, да, у вас три ветерана осталось, и вот тополя так вырывают. У меня аж даже до мурашек. И уходят люди, как вот такие мощные тополя. Да, Алексею надо эту историю рассказать обязательно. Вдруг правда. Надо послушать. Но даже если легенда, то очень красивая легенда. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что школы проводят свои субботники, а как родители на это реагируют? Ну, жалоб, если нет в прокуратуру и в ГУО, значит положительно. А вообще, вот я смотрю, последнее время у нас директор выходит на субботники в одежде, в рабочей. У вас какая школа? 18-я. 18-я школа. У нас педагоги выходят вместе с ребятами, и они набирают там большое количество мешков, затем вывозят. Наверное, положительно родители стали уже к этому относиться. Просто очень часто приходится слушать, мой ребенок, почему должен копаться в чужом мусоре и какую-то заразу подцеплять. Можно подумать, что этот ребенок уже раз пять подцеплял эту заразу, да, копаясь в мусоре, в листве с дерева. Ну, это те родители, которые недопонимают, что ребенка нужно приучить к труду. И не обязательно в своих стенах, на своей усадьбе, но и в общественном месте. Но они убирают территорию школы? Школы, конечно. У нас там деревья посажены, листва. Территорию школы. Ну, у нас тоже так было, вот в советское время, мы тоже территорию школы. За каждым классом был определен, закреплен, вернее, определенный участок школьной территории, за которой мы следили круглый год, причем следили. Ну, никого не заставляют, не принуждают, а просто объявляют, и дети приходят сами. Если есть какие-то там уж такие противники, видимо, их дети не приходят на субботники, и никто их не ругает. Вот, а мы в свое время еще и убирали аллею Попова, и сквер Попова, 18-я школа убирала, потому что это были наши подшефные. Это как район гавани, не убирали территорию около этого памятника погибшего. Да, завод Лигмаш, мы всегда убирали территорию завода. Ого, досталось вам. Ну, наоборот, было интересно. Так, у нас 9 минут примерно остается, но мы не поговорили, потому что я знаю, придете вы ко мне теперь, только возможно. Можно летом, а летом, возможно, я буду в отпуске. Слушайте, а что с планами благоустройства? Вы их сверстали на... У вас же частный территор, там, наверное, сплошные дороги, дороги, дороги. У нас грядирование, грядирование... Получится, нет, в этом году сложный же бюджет у нас очень. Но грядирование получится все равно по заявкам жителей. Теперь мы делаем только строго по заявкам жителей, а не по своим. Иногда вот так посмотришь, ага, дорога, тяжело ехать, там ямки, бугорки. В план вставляешь. Жители начинают возмущаться, зачем вы нам сделали хорошую дорогу? У нас теперь машины летают и пылят. А так они или не заворачивают в эту улицу, или едут очень медленно. Поэтому мы уже, вот, Юрий Георгиевич Воронин научен был этим опытом. И он нам так, еще при нем мы начали это практиковать, только по заявлениям жителей. Так, грядирование. У нас будет несколько улиц освещено. Сейчас конкретно я не могу сказать. И вообще я уже не обещаю заранее никогда по факту. Чтобы не сглазить. Ну, не то, что не сглазить. Пообещать человек будет ждать и вдруг не получится. Поэтому будет освещение, будет грядирование. Ну, и будет достраиваться наш сквер около 18-й школы. У нас там универсальная площадка будет. Это в программе благоустройства общественных территорий. Комфортная городская среда. Да, комфортная. А еще в каком-нибудь конкурсе вы выиграли в этом? Мы не выиграли. Мы заняли четвертое место. Вот, поэтому пока мы не выиграли, но мы надеемся, что все равно. А что выставляли? Когда-то это будет сквер имени Попова. Плохо, я не знаю. Там прям красивый должен быть. Ну, он не очень проходимый. Он не очень посещаемый. Да, но этот сквер стоит у нас в реестре. И поэтому его нужно привести в порядок. Он очень давнишний. Я не знаю, 60 какой-то год основания этого сквера. Как он раньше назывался? Имени Попова. Имени Попова так и назывался? Да, так и назывался. Потому что улица Попова. Но этот скверик находится по Таштыбской. Граница забор нефтебазы, как я ее называю. Там ОНЕФРАС, что ли, сейчас всегда была нефтебаза. И частные дома. Там он небольшой. Единственное, там мы просим сделать площадку детскую для детей. Современную. Потому что у нас там очень старенькая такая, знаете, антивандальная. Но она все равно пользуется спросом. И просто навести порядок. Сделать дорожку для тех же велосипедистов или роллеров. Поставить. Но вот скамейки всегда с таким, знаете, опасением мы выставляем в нашем районе. И жильцы их воспринимают с опасением. Конечно. Потому что это же уже будет не очень комфортно и жителям. И будут пользоваться товарищи, которые нежелательно. Хотя, с другой стороны, днем-то нормально посидеть. Но если вечером кто мешает, но для этого существует полиция. Есть телефон полиции. Вызывайте полицию. И потихоньку вот так вот и будем. И приучайте к порядку тех, кто этот порядок не соблюдает. А не ставить скамейки, это не вариант. Все равно нужно приучать людей. Вот мамонтенок у нас тоже же были. Очень много было мнений, нужен ли он вам там. Для кого. Кто туда будет ходить. А сейчас, вот посмотрите, он у нас постоянно занят. Там очень много детей, там пожилые люди ходят. Подростки занимаются на этих. Где-то занимаются, где-то просто с телефончиками сидят на лавочках. И вообще там так уютненько, хорошо. Мамонтенки в нашем. Кстати, мы начинали сегодня наш вечер с того, что я рассказал, что вот в городе Париже, смешно так звучит, в эти выходные прошел голосование за запрет электросамокатов в городе Париже, проката аренды электросамокатов. И горожане, вот вы сказали в большинстве о своем, за запрет, и с 1 сентября в Париже запрещена аренда и прокат вот этих электросамокатов. Потому что там 3 смертельных случая было в прошлом году. Для Парижа это, казалось бы, большой город. Ну вот видите, как общественное мнение. И 594, что ли, происшествия с этими самокатами за год. А вот вы, понятно, что у вас бездорожье, так сказать, в большинстве своем, ну мало вот тех мест, где кататься. А вы бы вот как на этом голосовании? Вы за то, чтобы оно прошло, например, в Абакане? И какое бы решение, к какому бы вы склонялись? Ну у нас в Абакане же скорость снижена электросамокатов. До 20 километров. Да. Но это все равно много. Вы знаете, запрещать тоже, ну нужны определенные места. И тогда человек будет уже знать, что там самокаты, там опасно, туда не стоит ходить, да, вот пешеход. И вот какие-то определенные места. Вот в зоне отдыха у нас, например, там дорожки выделяются, да, в парке Комсал. Там их сильно много. А еще вот знаете, Елена Анатольевна, что хотел бы я здесь сказать. Нужно взаимное какое-то уважение, потому что, вот смотрите, идут люди старшего поколения, например, по дорожке, по тротуару, но они его занимают весь. Они не понимают, что там могут идти, или быстрее идти люди, или кто-то, да, едет на самокате или еще. Но мы же займем весь тротуар и попробуем нас напугать. Как он напугал там и проклятие. Мамашки также некоторые гуляют, там чадо сами по себе бегают. Вот такие малыши на самокатах этих катятся, за ними не следят. Мамане заняты своими делами. А вот если бы, конечно, люди... А еще как у нас ходят, вы заметили? У нас же практически большинство идут по улице, даже переходят дорогу, вот так уставившись телефон. И в капюшонах. И с наушниками, и в капюшонах, и в телефоне. Но особенно поражает, идет человек, смотрит в телефон, и даже не видит, что на него может вот, ну... Но ведь всякое может случиться. И тормоз может отказать, и что-то еще, и водитель может... Ну, отвлечься, ладно, это его вина. А если какая-то поломка в машине, если водитель не виноват, и он не может справиться с этой ситуацией. А мы не обращаем внимания, а зачем? А некоторым так хочется сказать, перейдите побыстрее, пожалуйста, дорогу. А я еще, да, вот мы, пешеходы, мы сами себя не уважаем, когда вот идем, да, и я главный центр этой земли. К чему я это все говорю и к чему я хочу подвести финал нашего эфира. Вот когда, наверное, мы будем не только себя уважать, мы и в первой части, вот, с Екатериной, директором третьей школы, говорили об этом. Когда мы не только свое эго там будем и себе сами льстить, что да, я пуп земли, центр земли. А когда мы будем обращать внимание хотя бы чуть-чуть на тех, кто рядом, может быть, и субботники не надо будет проводить. Конечно. Потому что откуда берется весной этот мусор ужасный на улицах города? А оттуда, что вот покурили, курение вредит вашему здоровью, и бросили это, ну, растает, сгниет, не заметит. А нет, он вытаит, и они не перевариваются, так сказать, очень быстро, не гниют. Или бумажку от конфеты. Меня очень поразил мальчик один из Германии, приезжали они, когда вот еще бурный поток был. Он шел с этой бумажкой, съел конфетку, и он нес ее в руке, ища мусорницу. Мусорницу, хотя мать ему, которая, ну, выросла здесь, ей не туда уехали, да бросай, он говорит, мама, как так можно бросить, когда это же мусор? Вот откуда все берется? Ну, у нас пятилетняя племянница, приехав из Германии, они уехали тоже жить, она на даче спрашивала бабушку от гороха шкурки. Баба, куда? Куда? Ну, брось, куда? Покажи место. И вот ей показали там ведерко на даче, да, на дачном участке. Да, то есть вот у них идет уже воспитание вот самого. Все у нас в голове, и бардак начинается в голове, как говорил профессор Преображенский. И как мне нравилась социальная реклама конца 80-х годов, тогда это еще было в новинку, в центральном фильме была реклама, не надо мусорить. В прямом и переносном смысле. Спасибо вам большое, что пришли. Пожалуйста. Хорошего вам настроения, а вам спокойного вечера. Спасибо.